Добро пожаловать на наш канал! Все, прическа готова. Не идеально, конечно, но тетя Вера только учится, да? Нет, мам, не только учится. Да только учится тетя Вера. Привет! А я буду варить борщик, ждать любимого мужа, поставила уже курочку. Так что будем ждать кого? Мамы. Нет, дядя Сережа. Он сегодня уже приедет. Представляешь? Пойдем обуваться на улице, пойдем. Пошли Маргариту одевать, пойдем. Афоня, ты слышишь меня? Пошли. Наметает жир. Остановите, Остановите. Витя, Витя сзади выпал. А дайте я с нами даю жир вместо колы и пьем кефир. Нет, дядя. Мам, вырежем мне. Давай. Маргарита балуется опять. Начистила я все овощи на борщик. Еще в конце добавлю остренький перчик. Он там немножечко покипит, а потом я его вытяну. И еще добавлю зонтик укропа, ну естественно и капусту. Вот здесь немного картошки. Морковку, думала 3 положить, но детки уже подъели. 3 свеклы, 2 лука и несколько зубчиков чесночка. Так, готовлю я сейчас, буду вернее готовить, грушовый пирог с карамелью. Подсмотрела я его у Ирины Саковых. Она в свою очередь тоже у кого-то его подсмотрела. В общем, здесь очень такой простой прямой рецепт груш. Сколько у вас есть? У меня аж было 6 штук, получается. Серединку вынула. И вот такими колечками будет. 150 грамм сахара и 30 грамм для карамели. В общем, 150 грамм сахара, 150 грамм муки, 2 яйца. Ну, у меня здесь было одно яйцо с двумя желтками, поэтому вот так вот. 2 яйца, 150-150 и 150 сливочного масла растопленного. И карамель будет, это форму мы зальем. Сначала сливочное масло, потом сахар, а потом сверху груши. И уже потом вот это вот все тесто. В общем, все взбиваем. Сначала сахар со сливочным маслом, а потом уже вводим муку и яйца. Еще сейчас пакетик разрыхлителя. Так вот, и теперь все. Вот это набор для теста. Ага, ванильный сахар достала, а не разрыхлитель. Вот теперь точно весь набор груши. Да, сейчас я это уже приду. Вот это вот для теста, а вот это вот для самой начинки. Это что? Это груши. Груши есть? Ну, могу тянуть. Ну, вообще-то такие липкие. Ну, они же сладкие. Холодные просто с холодильника. Так, вот такой вот пергаментная бумага, вернее, пергаментными листами. Они здесь уже порезаны по размеру, примерно-таки стандартного противня. Я ее вот так в форму зажала. Здесь у меня на дне сливочное масло и сахар. Вот по 30 грамм. Сверху выкладываю груши все, прям внахлёст друг на друга. Гляньте, какая красота. Теперь сверху сюда вот это вот все тесто. И на полчаса в духовку, 180 градусов, может быть, немножко подольше. В общем, все проверять и смотреть на свою духовку. Так, я добавила уже тесто, и теперь, в общем, все вставим в духовочку. 40 минут в духовке. Через 40 минут вот досталось, сначала поставила на полчаса, но он оказался еще не совсем готовым. Поэтому 40 минут, сейчас немножечко остынет в форме, и буду его переворачивать. Я бегу снимать белье, потому что ветерок, тучи, и уже через полчаса Яндекс.Карты обещают нам дождь. Так что быстренько за дело. Да, папа приехал, у нас уже 5 часов. Папа, может, приезжайте вкусняшки. Не знаю, мы тут с Григорием, в общем, со всеми смотрим стену. Папуля приехал кучу всяких вкусностей и привез. И самое главное, что мне Рафаэлка. И дети причем сказали, мама, это именно тебе. Что за мальчик проснулся? А вон папа. Это твой ММД. Ага, ММД. А дай ММД. Нет, 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 это ММД. Ой, Фанька убегает. Дай ММД. А что за маму? Это ММД. Иди сюда, быстрее. Все, ау, ау, ау. Папа дома. Пап, ну как тебе дома? Дома. А что? А, нет. Нормально. Мама. Да что такое, нормально, говорит, дома. Папа тебя встречает. Пап. 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 Риша, иди. Пап. Пожалуйста. Гималая. Пап. Папа, ты видишь, какая у тебя тут встреча? Салют. Один бьет, другой стреляет. Пап. Все рады. Пап. Кит. Кит. Что такое кит, Гриша? Козел. 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 Козленок. Салют, ты козел. Это козел. Козел. Мне очень нравятся, по крайней мере, мои расширенные поры. Ну вот, если они расширенные, то значит в них как черные точки. Вот. И очень хорошо вычищают. Здесь вот такая у меня фаберликовская серия химического пилинга. Первая ступень. Это вот сам пилинг на 10 минут его наносить. Я наношу кисточкой. Второй это скрабик. Тоже несколько минут массировать после пилинга. И вот такой крем. Здесь оно так все отблескивает. Это носится такой успокаивающий и восстанавливающий крем. С-шаг, то есть три шага А, Б, С. Вот. Я их сразу... Сначала заказала только один пилинг, но поняла, что все-таки без оставшихся двух никакого эффекта. Ну, он будет эффект, но все-таки вот нужно в комплексе два раза в неделю все это делать, чтобы очистить поры. Ну вот, мне очень нравится, как это все работает. Я, значит, все наношу вот такой вот кисточкой. Ну, она от Эйвен для масок. Вот такая вот. И смываю все спонжиком. Вот таким вот. Протираю, смываю и наношу следующее средство. Вот сейчас у меня первое средство. Осталось пять минут. И будем все смывать. И смываю и наношу следующее средство. И смываю и наношу следующее средство.